Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой визуальный канал. Меня зовут Светлана. Сегодня в видео я хочу вам рассказать о своих готовых работах, которые я связала в сентябре. Ну и, естественно, их показать. Работ у меня было немного. По большей мере работы были мелкие. Но, тем не менее, у меня есть эти изделия. Я хочу их показать. Сентябрь месяц у меня был довольно-таки насыщенный месяц в плане вязания. Несмотря на то, что готовых работ немного, я очень много вязала, очень много экспериментировала, очень много придумывала. И прям какое-то было... смешанные чувства были в плане вязания. Вроде как и результата нет, и это угнетает. Но, с другой стороны, очень много идей, и эти идеи я не успевала воплощать. Как-то только, вроде бы, начала одну идею вязать, а тут резко у меня появляется другая идея, и она перекрывает первую идею. И, как бы, пришлось что-то отпустить, что-то реализовать. Но я, в принципе, довольна тем, что я много чего попробовала в этом месяце. Ну, и давайте приступим к таких готовым работам, а потом уже я расскажу немножечко о своих экспериментах и покажу все-таки некоторые из этих экспериментов в готовом виде. И расскажу, естественно, свои ощущения и впечатления, и что же меня в этих экспериментах немножечко не устраивает. Итак, первая моя готовая работа – это крупная работа, плечевое изделие. Я его начинала вязать в августе, довольно-таки много связала, но почему-то не довязала до сентября, хотя я хотела уже получить в сентябре готовое изделие. Ну, так как я в сентябре его уже не получила, как-то стимула уже не было его быстро вязать, поэтому вязание пошло очень-очень медленно. Но все равно я это связала и получила готовое изделие. Это вот такой вот кардиганчик. Сейчас я его издалека покажу, потом поближе. Кардиганчик для моего сына, ну, так можно сказать, уже мужской кардиган, потому что сыну 13 лет, у него 161 сантиметр рост и 80 сантиметров окруженность груди. Но по ширине кардиганчик сделала не 40 сантиметров, хотя я, в принципе, люблю вязать, ну, почти без прибавок на свободу облегания для сына. А здесь я сделала 42 сантиметра, то есть 2 сантиметра наперед и 2 сантиметра на спинку, так как все-таки это как верхняя одежда, там, то есть не джемпер, а ближе к верхней одежде. Вот такой вот кардиганчик, я его связала полностью узором рис, полочки, рукава и спинка, весь узором рис. Тут в точной руках изделие вязалось полностью сшивным, то есть отдельными деталями, вот шелчок боковой, полочки вязались отдельно, спинка отдельно, рукава отдельно, это все сшивалось. Оформила я резиночкой один на один низ изделия, манжетики и резиночку. Хотела оформить резинку, не резиночку, планочку, хотела оформить резинкой 2 на 2, но она какая-то довольно-таки рыхленькая была, да, такая вот не очень держащая форму. И я подумала, что если на планку вязать резинкой 2 на 2, она, ну, будет не очень красиво смотреться. В принципе, мне все нравится. К тому же узор рис тут тоже один на один, да, петли меняются, к тому же, и к этому же, как бы, перекликается. Так, вот такие вот пуговки, пуговки деревянные, я о них ранее рассказывала. Так, V-образная горловина, V-образная горловина у меня довольно-таки неглубокая. Имея опыт вязания V-образной горловины в кардигане для сына, я несколько лет ему назад вязала кардиган из Alana Gold Classic, тоже классический, лицевой гладью, из темно-синего цвета, очень красивый кардиган был, но я сделала очень глубокий V-образный вырез, то есть наравне с проймой, то есть я начала формировать пройму и делала вот начало этой V-образной горловины. И получилось так, что довольно-таки теплый кардиган, но вот здесь вот все открыто, вот здесь все открыто, и сюда холодно, именно вот в это место. Если надевать, к примеру, жилетку под этот кардиган, то в жилетке жарко. И был очень непрактичный кардиган, и в связи с этим сын его очень-очень мало носил. Поэтому я сделала немножечко как бы выше, но она тоже довольно-таки глубокая. Вот если я тогда делала на уровне проймы, то чуть-чуть сантиметров на 5 выше. Смотрится это все хорошо. Так, что я еще хотела сказать. Вязала. Вязала из пряжи вот такой. Пряжа производитель Yarn Art. Называется Milano. В составе 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза, 64% акрил, 50 грамм моточек, 130 метров, номер цвета 870. Немножечко засвечивает он, чуть-чуть потемнее в реальности. Такой приятный цвет. Хорошо работать из этой пряжи мне понравилось. Вязала. Каким инструментом? Вязала резинку, внизу манжет и планку на спицах номер 3,5. Само полотно, рис, узор вязала на спицах номер 4. На этот кардиган у меня ушло 390 грамм пряжи. То есть 8 мотков. Ну, к сожалению, модели нет дома. Продемонстрировать некому. И фотографии мы не сделали, потому что на улице было очень холодно, и я не хотела морозить ребёнка. Сейчас вроде как потеплело, но школа приходит уже со школы поздно. И, ну, в общем-то, некогда это делать. Поэтому, как получится, как появятся у меня фотографии, я обязательно в следующих видео покажу. Хорошо на сыне очень смотрится, и цвет ему хорошо. Такой вот очень приятный цвет. Мне кажется, очень универсальный комженский, так и мужской. Вот такое вот у меня изделие. Это самое крупное изделие. Далее у меня открылся дух экспериментатора. Но прежде, прежде я вязала носки. Так, носки я, наверное, покажу уже на столе. Не буду я тут показывать, потому что, ну, они маленькие, что я тут ими буду мелькать. А вот это вот побольше, что дух экспериментатора у меня открыл. Я открылся, я покажу. Я начала вязать носки. Связала одну пару, связала вторую пару. И у меня была пряжа распущенная. 100% итальянская бобинная шерсть. У сына был джемпер такой. Я распустила. Тоже рассказывала эту историю. У меня была пряжа еще в бобинке. Плюс это, я думала их соединить. И получится новое изделие. Будь то джемпер мне, будь то джемпер сыну. Ну, или же вообще кардиганчик какой-нибудь. Но не тут-то было. Пряжа, которая была в употреблении, она, естественно, немножечко изменилась внешне. И форма ниточки поменялась. Она стала неоднородная. Там чуть-чуть где-то разлохматилась. Чуть-чуть где-то наоборот вот эта вот пушистость ушла. И она такая была неоднородная. И если соединять эти две пряжи, то, ну, которая была в употреблении, которая новая, то это было бы очень сильно заметно. Добавлять ниточку, к примеру, к этой пряже, которая была в употреблении, еще ниточку или две из бобинки, опять не факт, чтобы мне бы хватило полностью этих нить. В общем, и я решила связать носки из этой пряжи. Ну, куда? Выкидывать мне было ее жалко. Все-таки шерсть. И плюс я еще тратила время, распускала. Начала вязать я носки. А потом я вспомнила, что я в прошлом году очень сильно хотела себе связать чулки. Не гольфы именно, теплые, а чулки. Я не знаю почему. Мне очень сильно это хотелось. В принципе, носить мне их негде. Но почему-то мне очень сильно захотелось. И я решила, думаю, у меня достаточно этой пряжи, я могу связать себе чулки. Будет очень тепло, замечательно. Если вдруг мне не понравится чулок, я могу отрезать сам носочек, да, там, закрыть иголочкой. Это будет как носочек. А вверх сам чулок, это будут гетры. Вот. Ну, пока что я ничего не придумала. Начала я вязать чулки. Как-то они так у меня легко организовались. Как-то легко начали вязаться в голове. Как-то это все всплыло. И я связала себе чулки. Вот они резиночкой 2х2. Ну, наверное, мы перейдем к столу. Я покажу все-таки их поближе. Резиночкой 2х2. Вверху я сделала, типа, как манжет, резиночка 1х1. Ну, естественно. Я их уже стирала. Естественно, пряжа после стирки все равно не выровнялась. Возможно, после третьей она таки и выровняется. Но я особо сильно не страдаю по этому поводу, что она не выровняется. Потому что это было экспериментальное. Ну, и тут немножечко есть косячок. Сейчас я его покажу. Я же люблю спешить. И второй чулок я хотела связать очень быстро. И вот разницу, видите? В 4 см. Это я так сильно спешила, что перевязала. Причем я вязала как бы определенный момент ровно. Набрала, измерила окружность бедра своего. То есть, где я хочу, чтобы это заканчивалось. Измерила, пересчитала на плотность вязания, количество петель. Набрала, провязала 4 см резиночки 1х1. Потом я перешла на резиночку 2х2. И начала вязать ровно по кругу, просто труба. До момента, когда я зайду вот этой величиной за колено. Когда я захожу за колено, я начинаю делать убавки до самого голеностопа. Ну, то есть, представим, что это вот бедро. Я вот набрала, что мне хочется. Я вот связала за колено, как локоть. И потом вот здесь вот я начинаю делать убавки до момента, немножечко не довязывая до коленостопа. Чтобы тут вот голеностоп был ровненько. Вот вот этот вот промежуток. Убавок. Ну, а потом уже низ, как носок, я вязала с классической пяткой. Так вот, вот этот вот момент, без убавок, да, вот этот вот промежуток. Я считала, сколько там рядов? Два раза. На одном носке, ну, чулке. Второй я вязала, вязала, вязала. Смотрю, уже по величине вроде как нормально. Пересчитываю то количество рядов, которым не надо. Думаю, ну, пересчитаю еще раз для точности. Пересчитываю то, которое мне надо. Вот 62. Вот сколько мне надо. Вяжу, связала, все нормально. Надеваю, и я понимаю, что один короче второго. Я не поняла сразу. Думаю, может быть, пряжа как-то более рыхлая вязание, первый чулок, а второе более не такое рыхлое, более такое плотное вязание. Может, из-за этого. Снимаю, начинаю пересчитывать. Первый чулок связано 62 до убавок ряда, а второй чулок 72. На 10 рядов я обсчиталась. Не знаю, как, два раза пересчитывала специально, чтобы убедиться в том, что действительно так оно и надо. Ну, в принципе, это экспериментальная модель. К тому же я так подумала, что, ну, естественно, отсюда я распускать не буду. Я просто, если вдруг мне понадобятся они в плане носки, отрежу резиночку с одного, отрежу резиночку со второго, тот, который длиннее, распущу 10 рядов, и надвяжу резиночку уже вверх. Почему я так делать буду? Потому что петли в противоположных вязаниях смещаются на половинку петли. И если я буду, допустим, отрежу на ту величину, которую мне надо, наберу, пойду вверх, то резинка 2х2 поломается. Поэтому вот почему я и на втором буду тоже отрезать, потому что резинка 1х1 тоже поломается. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. Ну, тут уже чисто, как сказать, визуальное восприятие, хотя, в принципе, это чулки, это, по идее, эта часть сверкать не должна. То есть она должна прикрываться или шортами, или юбкой, или платьем. Ну, а вдруг мне захочется, чтобы оно не прикрывалось. Тем более они не очень длинные, прям, ну, где-то выше колена получилось у меня сантиметров 10, что ли. Но они не очень высокие. В принципе, можно натянуть. Оно же полотно такое вот эластичное, да, можно натянуть. Но я не планировала такое. Это, во-первых. Во-вторых, тут, конечно же, резинка не держится, несмотря на то, что вроде бы как она резинка, да, но функции резинки она не несет. То есть нужно вставлять спандекс для того, чтобы оно хорошо держалось. Но пока я их не ношу, поэтому спандекс я не вставляю. Хотя вставить спандекс – это 5 минут делу. Так, это ушло. Значит, чем я вязала? Вязала спицами номер 3. Итальянская бобинная пряжа получается 1400 метров в 100 граммах. Эта пряжа была в 5 сложений, но она была в употреблении. То есть она немножко исхудала. Возможно, она немного набухнет после нескольких стирок. Возможно, нет. И вязала я спицами номер 3. То есть изделие, которое было из этой пряжи изначально связано, я вязала на спицах номер 3,5. И оно смотрелось хорошо. Сейчас вот это вот изделие на спицах номер 3, причем по кругу, то есть чуть плотнее вяжется. И оно, ну, как бы, довольно-таки рыхленькое. Сейчас попробую показать. Вот. Довольно рыхленькое. То есть, ну, пряжа вот настолько исхудила. Исхудала, похудала, да. Вот. Лицевая гладь тоже довольно-таки такая вот, рыхленькая. Ушло на эти чулки 202 или 203 грамма. Вот они довольно-таки тяжелые. И еще одна работа, которую я покажу лицом, а потом уже покажу на столе носки, которые я вязала. Ну, там особо сильно большого, как бы, внимания уделять не стоит. Обычные носки, но все равно покажу. А это я связала себе бактус. Вот, буквально там последние часы со сентября я его довязывала. Вот такой вот бактус. Или даже я уже 1 октября прятала кончики. Ну, все равно я его к сентябрьской работе отправляю. Так, к сожалению, не взяла моток. Из чего это? Ну, я так скажу словами. Это пряжа, производитель YarnArt. Пряжа называется Silky Wool. 25-граммовые мотки, 190 метров. Я вязала в одну ниточку на крючке номер 3. Ушло сюда на этот бактус 75 грамм. То есть, 3 моточка. Вот такой вот он получился у меня. Честно, я даже не знаю, хочу я больше или нет. Вот, правда, не знаю. Но так меня все устраивает. То есть, если на какое-то под пальто, да, под курточку, все меня устраивает, все мне нравится. Мягенький. Единственное, что я не проводила в это. Мне кажется, что после в это он будет более вот такой. И мне кажется, он будет немножечко больше. Не такой сморщенный. Схема узора для этого бактуса я, наверное, вставлю. У меня есть скриншот. Я из Pinterest скрин делала. И сохранила. И вставлю. Может быть, кому-то захочется. Вот такой вот он объемненький. Мне вот эти вот чешуйки так нравятся. Вот с изнанки. Вот такой. Так, номер цвета. 333. Ну, тут он очень яркий. Он на самом деле намного приглушенней. Но, тем не менее, все равно мне он очень нравится. Такой интересный. Косыночка такая. Довольная я результатом. Очень нравится. Никогда у меня не было такого аксессуара. Аксессуара в моем гардеробе вообще никогда. Ни платка, ни косынки, ни бактуса. Вообще никогда. Аксессуары, которые на шею завязываются, я их вообще не понимаю. Возможно, мне просто не привили, как бы, любовь к этим аксессуарам. А, возможно, это, как бы, чисто мое индивидуальное отношение. Потому что я не люблю шарфы. Я помню, у меня в детстве мама всегда кутала в шарф, потому что часто, чуть что сразу болит горло, кашель и тому подобное. Поэтому мне мама всегда завязывала шарф, и мне это так не нравилось. Мне он постоянно давил, душил, и мне это было неприятно. Поэтому, когда я выросла, я решила, что у меня, кроме свитера гольфа, и никаких аксессуаров на шею не было. Ни для красоты. Я даже цепочки носить не могу. Мне они не нравятся. Ни цепочки, ни бусы, ничего. Мне это неприятно. Ну, вот почему-то так. А тут мне так захотелось. Еще, кстати, с прошлого года я этот узор видела. Мне он так, даже не с прошлого, с позапрошлой осени я его видела. Мне он так нравился. Ну, я почему-то не решалась вязать. А в этом году, смотрю, девочки все вяжут бактусы. Ну, они в основном вяжут из секционной окрашивания, из секционной пряжи. А у меня вот однотонная, но мне кажется, не менее красиво получилось. И я все-таки думаю, ну сколько ж мне оттягивать. И тут у меня осталось еще несколько моточков. Я, наверное, себе еще с вот этой вот пряжей, я, наверное, себе еще свяжу в комплект берет. Хочу берет. Я очень давно себе хочу берет, но с беретами у меня такое специфическое отношение к ним. Все покупные береты, они очень большого диаметра. А у меня очень маленькая голова и мелкое лицо. И когда я этот берет надеваю, это что-то очень огромное, а меня там не видно. Как грибочек какой-то получается. Поэтому, естественно, это некрасиво. Я раньше не могла понять, в чем причина. Теперь я понимаю, что мне просто нужен меньше диаметра берет. И я ищу свой идеальный диаметр берета. Ну и тем не менее, тем, скажем, самым с этим связаны и мои эксперименты, которые я покажу далее. Ну и сейчас давайте перейдем к столу. Я покажу немножечко носки. Скажу, сколько на них ушло. Так, крючок я сказала, на метре я вязала. И покажу свои эксперименты. И в сентябре у меня были связаны две пары носков. Как-то быстро они связались, но больше не вязались. Вот этими вот чулками я была увлечена. Эти носки связаны на 38 размер. Ну, можно там плюс-минус один размер. Они же тянутся. Коротенькая здесь резиночка. В принципе, можно было бы и подлиннее связать. Ну, вот, наверное, один минус в этих носках. Вязала я из пряжи, из разных пряж. Это из пряжи Ализе Кашмира. 300 метров на 100 грамм. Спицами номер 3,5 вязала. Ушло сюда 62 грамма на два носочка. А это пряжа BBB New Master. По-моему, там 80% шерсть 20 акрил, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, потому что эту пряжу я покупала... Ой, как давно! Но, наверное, где-то в 2010 году я покупала и хотела вязать себе из неё шапку. Но так у меня не срослось с ней. Я шапку связала. Была шапка-тыковка, но не себе, а дочка носила. Очень хорошая шапка, тёпленькая, но колючая. Если на улице холодно, мне хорошо. Если на улице довольно-таки не очень холодно, то она колется. Но не об этом сейчас. В этой пряже метраж 125 метров на 50 грамм. Я вязала спицами номер 3,5. Тоже на 38 размер. И сюда ушло 64 грамма. Резиночки у обоих носков, у обоих пар носков коротенькие. Наверное, и одинаковые даже. Это так. И ещё, что я хотела сказать. Эти носочки уже стиранные. Эти ещё не стиранные. Потому что эта пряжа красится. А эта нет. А я стирала светлые вязаные вещи. И, соответственно, мне не надо, чтобы они были розовые. Поэтому это постирается с тёмными вязаными вещами. В стиральной машине стирала. С кашмирой всё расправилось сравнительно. Как можно расправиться, да? Может быть, ещё расправиться. Но для носков это, в моём случае, это не важно. Вот я с чулками просто их вместе стирала. Вы же видели, чулки светлые. Так, ну и на этом мои готовые работы закончились. То есть, сколько у меня получается готовых работ? 5 готовых работ за сентябрь. Но, в принципе, чулки можно считать крупным изделием. Потому что всё-таки 200 грамм пряжи. Ну, это много. Вот бактус поближе. Вот. Потому что там издалека, может быть, не так виден был узор. Вот такой вот он объёмный. Очень красивый. Прям... Прям я в восторге, если честно. Вот. Ну, пряжа, конечно, сложная в работе крючком для меня. Возможно, если бы я в две ниточки её взяла, мне было бы легче. А может, наоборот, ещё хуже. Но вот в одно оно довольно-таки плотно, на мой взгляд. Ну, мне кажется, после стирки оно будет вот-вот не вот так, да, немножечко вот расправиться. Будет ещё красивее. Давайте я, наверное, ширину померю. Потому что я даже не меряла, какая у него, так скажем, размах крыльев, как говорят, да. Сейчас я замерю, что-то упало. Получается 105 сантиметров. Ну, такой, среднего размера, да. Ну, я думаю, что после стирки он станет немножечко-немножечко побольше, потому что расправится узор. Дальше. Ну, это так, мелкая работа. Я починила носочки, вязала крючком дочки-носочки, пяточки полностью были протёрты. Ну, так как тут пятка ввязывается, то есть у меня есть мастер-класс по этим носкам. Там он начинается вязание от мыска, да, получается, вяжется по кругу, по спирали, вяжется, 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 вяжется. Потом тут пропускается определённое количество петель, набирается цепочка и дальше вяжется, вяжется, заканчивается резиночкой. А потом возвращается к пяточке и пяточка надвязывается. Тут делаются в уголочках убавки, типа пятки бумеранг получается. И дочка носила эта пряжа Alize Baby Wool, кстати, очень-очень классно себя ведёт в носках, я прям не ожидала. И она и плотная такая, и ну прям супер. И почти катышек нету, ну вот это вот, это мелочь. То есть она вообще замечательная. Причём эта пряжа у меня была в употреблении, я её распустила и с распущенной связала, вот такое. А эта изухудилась, тут прорвалась. И я распустила, вернее срезала эту пяточку и связала новую. Вот теперь носочки как новенькие. То есть ещё тут преимущество в вязании крючком таких вот носочков, это то, что пятки можно убирать и ввязывать новые. Ну я не считаю это работой, это просто-то как бы показываю, что вот сделала и в принципе вот продлила жизнь носкам. И как обещала, показываю чулки более близко. Как я уже говорила, что я набрала количество петель по окружности петра, вязала ровно за колено. Потом я начала убавлять. Каким образом я убавляла? Я убавляла так, как в реглане. То есть выделила центральные, так, дай мне фокус. Выделила центральные две петли начала ряда и вот к ним, две лицевые петли, да. И к ним я вот делала убавки. И вот у меня вот такой вот длины получились вот, вот аж досюда получились вот такой вот длины убавки. Эти убавки я сформировала с внутренней стороны ноги. Вот если вот так вот смотреть на ногу, это вот внешняя сторона, а это вот внутренняя, то есть когда две ноги вместе стоят. И вот эти вот убавки с одной стороны и с другой стороны, с внутренней стороны ноги. Можно сделать, если вдруг вязать, к примеру, не резинкой, а вязать лицевой гладью, то можно здесь пустить какой-то жгутик, какую-то там, я не знаю, косичку, ажурную дорожку. И ее можно опустить с наружной стороны ноги, да, то есть с этой стороны и туда, в этот узор делать убавки, будет незаметно. Или же сзади, как сделать какой-то жгутик, тоже как имитация шва по задней, как бы поверхности, да, и туда тоже прятать убавки. Но мне так не хотелось и я вот таким вот образом запрятала эти убавки. Вот дошла до того момента, когда немножечко я, ну тут совсем немножко, сантиметров 4, наверное, вязала ровно и без убавок, а потом связала обычный, как носок, с классической пяткой, только вот подошва, да, у меня лицевой гладью я сделала, а верх я сделала резиночкой, продолжила. И мысочек я закрыла не до конца, то есть я закрывала, как обычно, мысок закрываю, а потом оставшиеся 8 петель я сшила петля в петлю, чтобы было такое вот тупое закрытие. Вот и вся моя работа. Если вам вдруг, ну я думаю, так подробно рассказала об этом носке, ну если, вернее чулки, если вам вдруг более интересно знать детали, как я, сколько сантиметров где вязала, сколько рядов вязала, то пишите в комментариях, я сниму более подробное отдельное видео по этим чулкам. Ну а теперь давайте приступим к моим экспериментам. Я уже показывала это, ну, покажу еще раз. Из вот этой вот же пряжи, из которой я вязала бактус, я себе захотела связать берет, как я уже говорила. И захотела, как бы, крючком это вяжется, и хочу берет крючком. Но так как эта пряжа довольно-таки капризная в вязании, и очень сложно распустить, она прям как махер себя ведет, пушистые вот эти вот ворсинки. Вот у меня тут есть моточек, но он без этикетки. Вот размахрилась она, эта ниточка, я ее была вязала, спицами набирала, хотела образец вязать. Вот она размахрилась, и вот эта вот размахристость, эти вот пушки, они, как махер ведут себя, они цепляются очень сильно в столбиках. И распустить, ну, довольно-таки сложно. Спицами это распускается легко, а вот крючком это очень сложно. И я побоялась, что если вдруг у меня не получится связать, что-то как-то не так, мне придется распускать, а я не смогу распустить, и, соответственно, мне придется это все выкинуть. Пряжа не дешевая. Если я ее выкину, мне не хватит наперед того, что останется. Соответственно, нужно связать из какой-то пряжи, которую не жалко, которую можно распускать миллион раз, посмотреть, что получится. Я взяла пряжу 100% акрил, производитель YarnArt, пряжа называется Baby, с какой-то приставкой, именно за счет вот этих вот точечек секционного окрашивания. Она там какая-то, я не помню, тоже покупала очень-очень давно. И я взяла и начала вязать. Вязала столбиком без накида, распускала действительно очень много раз. Ну, вот это вот я, конечно, погорячилась, что такую резинку вязала, она очень жесткая. В околышке это вот я просто остатки положила сюда. Поэтому резинка сюда нет. А сам берет именно по форме и по размеру, ну, может быть. Хотя, в принципе, мне кажется, он довольно-таки великоват, вот этот вот диаметр. Хотя он 25 сантиметров, но мне кажется, надо 24 вязать для моей головы. У меня окружность головы 53 сантиметра, вот мне кажется, 24 для меня будет идеально. В принципе, сидит неплохо, но за счет того, что, наверное, акрил или крючок я неправильно подобрала, оно очень жесткое. Может, после стирки оно станет мягким. Но я бы не сказала, что это неудачное изделие, да, то, чтобы его распустить или выкинуть, да. Но с другой стороны я, наверное, эту резинку распущу и перевяжу околышек или же другой резинкой рельефными столбиками, или же просто столбиками без накида свяжу. И тогда можно стирать и смотреть, что оно получится. То есть тут еще, в принципе, надо доработать. А так, в общем-то, мне очень все нравится. И я думаю, что этот беретик будет, наверное, если он будет хороший, мягенький, как мне понравится. Скорее всего, этот будет беретик для дочки. Я его еще вот тут вот впереди где-нибудь украшу какими-нибудь бусинками или чем-нибудь вот тут вот, чтобы было красиво. Ну, а если он мне не понравится, это будет как образец. Я буду высчитывать, знать, во-первых, не по количеству петель, скорее всего, да, а по размерам мне надо было. Вот такой у меня эксперимент. Этот эксперимент, в общем-то, он имеет место быть. То есть он хорошо сидит на моей голове, мне нравится. Но мне кажется, что я тут, получается, вязала от макушки. И мне кажется, что я все-таки набрала многовато петель. Поэтому я хочу связать и попробовать набрать меньше петель. И посмотреть, как оно получится. Ну, в общем-то, шапка неплохая. Вязала из секционной пряжи, из секционного окрашивания. Пряжа называется, производитель Ланосо, пряжа называется Бонито Этник. 300 метров на 100 грамм, полушерсть, 56-50 акрил. По-моему, так. Покупала тоже очень-очень давно, вот вместе с вот этой вот. Я их вместе купила. Покупала целую упаковку. Но я ее так бездумно использовала. Как-то я не знала, куда ее пристроить, за счет того, что вот она такая вот, какая-то очень странной расцветки. И вот я смотрю, что в крючке она очень красиво смотрится и вяжется она очень приятно. Будь то спицами, будь то крючком, ложится очень-очень ровно. Я никогда такую пряжу не видела, чтобы так ровно ложилась. Такая шелковистенькая, очень приятно вязать, но она после стирки скрипит. Вот это вот мне, конечно, и в ней очень не нравится. И мне очень нравится, как она легла в крючке. Поэтому, если вдруг я свяжу меньшее количество петель и я увижу, что мне так больше нравится, то я ее распущу и свяжу с меньшим количеством петель и будет эта шапка. Сделаю помпон и будет эта шапка. И мне хорошо в этой шапке. И она на сына налазит, а у сына окружность головы 53 сантиметра. Она тоже на него налазит, но на меня вроде как немножечко глубоковато. То есть так по окружности нормально, а немного глубоковато. А на сына прям как влитая сидит. Ну, кто его знает, может к весне он подрастет. Ну, посмотрим. Сюда ушел моток, может быть, немножко меньше. Вот я не знаю, давайте взвесим, сколько я сейчас узнаю. Тут у меня весы стоят рядышком, сейчас узнаем. Нет, не моток. Да, я помню, что он у меня был начат. Ушло 65 грамм пряжи сюда, на шапку. Но она невысокая, 20 сантиметров высотой. И на окружной головы 53-55. Вот такая вот крючок номер 3. И вязала полустолбиками с накидом по спирали. Вот тут на одноцветном хорошо видно. И закончила рельефными столбиками. Шапка мне очень нравится, правда. Ну и эта шапка тоже вот. Мне она тоже очень нравится, но тут тоже есть один минус. Я его исправлю. И будет идеальная шапка, мне кажется. Вот такая вот шапочка, связана крючком тоже. Вот такая вот макушка кругленькая. Вязала я от низа вверх. Столбиками рельефными с накидом. Внизу резиночка с соединительными столбиками за заднюю полупетлю. И вот что в ней не так. Я вязала ее на свою окружность головы. Шапка четко по голове. 20 сантиметров высотой. А вот резинку я связала крючком. Значит, из какой пряжи вязала, чтобы понятно было. Из пряжи Лана Голд Файн. 390 метров на 100 грамм. 51% акрила, 49% шерсти. Номер цвета, если не ошибаюсь, 28 или 26. Я не помню. Я этикетку выбросила, к сожалению. Ну где-то вот такой. Цвет пыльная роза. Он тут немножко ярче, чем есть на самом деле. Значит, я взяла крючок номер 4. И связала резинку по окружности своей головы. Потом эту резинку вот тут вот соединила. Еще кончики не запрятала. Вот тут вот соединила. Обвязала столбиками без накида. И пошла вязать. Посчитала, сколько у меня петель. У меня тут оказалось 112 петель. И я поделила это на 14 секций по 8 петель. И в каждой секции у меня было по 5 столбиков изнаночных или вогнутых. И 3 столбика лицевых или выпуклых. И так я вязала до определенного момента, по-моему, сантиметров 15. И начала убавлять. Убавлять начала сначала в изнаночных столбиках. Это вогнутых столбиках. Убавила до одного. Потом начала выпуклые убавлять. Потом остался как бы один на один. И перешла на убавки обычными столбиками. И потом сымитировала как стянутую макушку. Сейчас покажу на изнанке. Может с изнанки будет более понятно. Если вдруг я непонятно рассказала. Вот. Видите, такие вот убавочки пошли. Сразу изнаночные. То есть они тут выпуклые. Там вогнутые. Убавляла. Потом эти убавила. Потом свела один на один. И тут закрыла. И что я тут... Значит, что мне тут не нравится. Очень сильно рыхлая резинка. Сама шапка сидит очень плотно по голове. А резинка болтается. Ее прям вот так хочется сделать. Поэтому вот недостаток этой шапки. Нужно изменить резинку. Для того, чтобы изменить резинку, нужно все распустить. А так шапка мне очень нравится. И она довольно-таки плотная получилась. Несмотря на то, что вот столбики, да, она очень плотная. Почти не светится. Мне очень нравится. Поэтому, как идея, как задумка, это очень замечательно. Но вот в плане практики, вот резинка, плотность ее меня не устраивает. А все остальное замечательно. Поэтому я перевяжу резинку и думаю, будет замечательная шапка. Ну, я бы не сказала, что это как бы готовые работы. Ну, я бы не сказала, что это не готовые работы. Потому что все-таки это изделие, да, оно связано. Плюс, пусть оно с недостатками. Пусть есть какие-то отклонения от желаемых запросов. Но если бы я их не связала, я бы этого не знала. Теперь я это знаю. Я их учту и применю уже в следующем изделии, которая будет действительно носимельная, которая мне будет нравиться. И будет в моем или детском гардеробе. Ну и на этом мои готовые работы закончились. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!